привет мои дорогие зрители с вами в австралии пику на двух сковородках блины хочу сделать фаршированные ой период сейчас буду переворачивать горит кипит работа там уже тесто не осталось сейчас бы еще как-то распределить потому что у меня большая кастрюля с фаршем а фарш я сделала говяжий свиной и грибы еще внутри с луком когда уже мало остается я вот на такие маленькие порции разбиваю чтобы здесь осталось 9 штучек ну вот они чтобы тетелька в тетельку хватило 26 штук получилось это я еще сначала очень много фарша было такие вот большие накручивала ух тут пол килограмма так что может быть игорь даже сегодня на работу возьмет угостит ребята и опять здравствуйте как вы там приготовили баклажаны рецепт вам оставляла я собираюсь вот тут никак не выберусь надо поехать и купить баклажаны я бы купила в колсе но там что-то не такие дорогие надо в другом магазине посмотреть в колсе по моему на стоит 9 долларов килограмм это это дорого так что как-нибудь переживем а я видите чем это домашняя моя одежда я вам очень скоро опять сделаю видео как как мы тут в зиму спасаемся и вот это вот одежда она очень меня как вам сказать стесняет ты себя неуютно чувствуешь и подно но другого выхода нет я могу включить кондиционер ну чтобы он вообще целый день не работал это тоже не дело а так ребят я как вам сказать сижу дома пока сижу дома очень редко куда выдвигаюсь и поэтому редко появляюсь сейчас в кадре даже с игорем мы выходили опять маленький ресторанчик вы знаете я даже там не хотела видео снимать потому что люди такие не тактичные понятия не имеют и пишут глупости такие мне думаю не буду знаете как сын сын у меня работает ну вот кто-то допустим не знает он работает ночью работал у него вот вчера он ушел нет когда позавчера по моему работал с часу ночи до девяти утра а в основном с двух часов ночи до десяти утра пока доедет вот я тут встретила его несколько раз с камерой и комментарии а что он не улыбается что он у тебя не не веселый человек пришел с ночной смены проработал в холодильнике и сын у меня хочу вам сказать он очень стеснительный и вот эти вот редкие моменты когда я его снимаю он не любит сниматься он стесняется миккица миккица тот хитрый тот прикидывается что боится сниматься еще как прикидывается вы говорите я его мучаю тоже замученный миккица два раза в месяц по две минуты видео с ним сделать вот так я его мучаю сейчас видите на три месяца уехал так что ну где-то через полтора месяца через полтора месяца вернется сейчас в сербии тоже очень жарко так что миккица тоже хитрый в австралии он значит древний дедушка а в сербии это молодой человек который носится как будто у него в одном месте вместе вентилятор сейчас сказал что возможно поедет в боснию куда-то там на экскурсии потому что они у миккица полная сербия родственников а кто не знает у него здесь двое сыновей и двое сыновей и двое внуков мальчик и девочка так что это здесь а сербии у него пол сербии это его родственники и вот так вот получается получается как получается потому что я была в сербии в прошлый раз когда я была в алматы он в алмату приезжал и конечно для меня лучше съездить в алмату чем съездить в сербию сербию он мотается каждый год его только остановила вот когда началась зараза когда мы были невыездными вот только тогда он сидел дома тут чуть с ума не сошел потому что в течение всех лет сколько живет в австралии каждый год он ездит к себе на родину и очень многие там комментарии вела почему вы не переедете ребята куда ехать вот куда ехать допустим в австралии мне говорят почему в казахстан не поедешь а куда игоря а куда миккицу вообще куда куда что тот хочет жить в сербии я бы тоже хотела жить в казахстане вы представляете какая красота поехал шесть месяцев пожил в казахстане а потом шесть месяцев пожил в австралии потому что люблю я и казахстан и австралию и как тут не разорваться тем более для казахстанцев ты имеешь править имеешь право иметь только одно гражданство так что меня гражданство лишили давным-давно ну вот как-то так но я считаю что это неправильно вот имеешь главное да вообще черти что ребят вот эти вот все границы вот эти вот все таможни это же все придумали люди было бы это все открыто никаких теперь не знаю он как птицы летают ну хотя вот таком сказать я живу в австралии наблюдаю за птицами вы сами прекрасно знаете я очень люблю птиц и знаю кто живет именно у нас в округе так вот я вам хочу сказать что птицы все свое место знают и никуда далеко не не дергаются а вот тут вот одни и те же все околачиваются и когда прилетает чужая птица к нам верю начинается тут птичий переполох вот так такая у них у птиц они тут поставили невидимую границу каждый знает свою свой дом бои пики тоже знают они сейчас вот две парочки прилетают и все со мной тут разговаривают я их не кормлю но с ними разговариваю потому что иначе джули это не вынесет они меня знают уже многие года в общем получилось видео как получилось ребята здесь я вам и и и и блины и птицы и и лепестрицы хочу так сказать ну и в общем на днях покажу как я в эту зиму спасалась а еще вас ждет одно видео мне их его надо будет смонтировать это видео еще с алматы не знаю там не когда я мыслями соберусь тогда я вам покажу то что я сняла не показала в алмате и это очень такое важное видео именно для казахстанцев в принципе для всех бывших республик советского союза потому что проблему которую я покажу в том видео она абсолютного практически во всех республиках так что я с вами увижусь очень-очень скоро я наверно не знаю вот эту вот шубу сниму ну ребят ну вот представляете вот руки даже не сгибаются вот так а на улице сейчас не так холодно всего 15 градусов а днем солнце сияет так что ты думаешь что лето уже нагрянуло вот такая у нас зима дорогие мои я вам всем желаю огромного здоровья и мирного мирного неба над головой увидимся очень скоро